Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. Среди наших телезрителей наверняка есть те, кто еще во времена детства имели обычай вести дневники. Это были личные записи, не рассчитанные на чтение чужими людьми. Сегодня многие ведут дневники, при этом, в отличие от детей, стараются вынести свои мысли и чувства на всеобщее прочтение. Священники, по словам протерии Александра Дьяченко, не становятся исключением. И они рассказывают о своих наблюдениях в надежде, что их мысли вслух и выводы могут кому-то пригодиться. Хотя бы для того, чтобы, читая, сравнивать их со своими собственными мыслями и делать какие-то свои выводы. Такой дневник и предлагает нам отец Александр. Книга с его записями вышла в свет в издательстве «Никея» и называется «Дневник Великого Поста». По словам отца Александра, Великий Пост открывает перед человеком удивительную возможность почти на два месяца выйти из общего временного потока, выйти, встать в сторонки и наблюдать за тем, как мимо, словно в одни половодья с растаявшим снегом, несутся всевозможные щепки, пустые пластиковые бутылки, куски строительной пены и прочий ненужный мусор. Еще вчера ты сам, словно шарик из непотопляемого пенопласта, также несся в потоке событий и дел, следил за новостями, а сейчас ты остановился. Стоишь в стороне от потока, и чем дальше стоишь, тем дальше он от себя остановится. Так и земная жизнь любого из нас рано или поздно упирается в какую-нибудь точку на берегу и останавливается, чтобы началась совсем иная жизнь. Об этой другой жизни, которую мы переживаем, в том числе в Дневникого Поста, рассказывает в своей новой книге отец Александр. Этот сборник состоит из великопостных и других дневниковых заметок священника, а начинается он с глав, посвященных Святой Четыридесятнице, где каждая из записей соответствует одному из дней Великого Поста. Яркие очерки отца Александра вместили в себя воспоминания, наблюдения и размышления автора, а также увлекательные рассказы о необычных судьбах людей, которые встречались ему на жизненном пути. Как отмечает священник, в свое время, когда он писал эти тексты, совсем не думал, что все это сложится в нечто цельное и когда-то будет востребовано. Но шло время, и отдельные, часто разрозненные по смыслу небольшие тексты, начали превращаться в книжку, которая своим названием придает им общий единый смысл. А началось все со звонка редактора одного православного издания. «Батюшка, через месяц начнется Великий Пост. У нас в редакции родилась такая идея, что если самый обычный сельский священник возьмется специально для электронного сайта нашего издания описать каждый свой постовый день. Пусть это будет хотя бы несколько слов, две-три строчки. А прочитает их человек и получит пищу для мыслей на целый день. Честно сказать, признает сатец Александр, выслушав такое предложение, я засомневался. А будет ли мне что сказать большому количеству читателей сайта такого уважаемого журнала, да еще каждый день в течение всего Великого Поста? Правда, через несколько дней мне перезвонили, и все тот же человек, извинившись, сообщил, что в редакции решили отказаться от этой идеи. Они отказались, а у меня уже появилось желание вспомнить и посмотреть свои прежние записи. А потом начался Великий Пост, и как-то само собой стали вспоминаться какие-то события и складываться в последовательные сюжеты. Не связанные никакими обязательствами, автор думал только об одном – ничего не забыть из того, о чем хотелось бы рассказать. По словам отца Александра, порой всего за несколькими неразборчивыми фразами, сделанными в попыхах, карандашом, скрывается история целой человеческой жизни, чьей-то радости или чьих-то страданий. Запишешь и надеешься, что через неделю вернешься к этой истории, и обязательно напишешь связанный рассказ, чтобы в процессе работы над ним подумать об этой встретившейся тебе судьбе. Порадоваться за человека или пожалеть его, может даже поплакать о нем и всегда помолиться. Так, в общем, потом и складываются рассказы отца Александра. Для этой книги, как признается автор, рассказы писались легко. Удивительно, говорит батюшка, но даже в такие напряженные дни поста мне хватало времени служить положенные службы в храме, посещать по домам больных прихожан, читать псалтирь, проводить занятия воскресной школы и писать ежедневные заметки у себя в блоге. Человек вообще на многое способен, отмечает отец Александр. Стоит ему только организовать свой рабочий день и перестать нерадиво относиться к самой большой драгоценности – времени. Как мог, автор старался подобрать те или иные сюжеты в соответствии с реально происходящими в это время событиями в храме или в его собственной жизни. Иногда хотелось что-то переделать из написанного прежде, добавить или сократить. Отец Александр размышляет на самые разные темы, пишет о судьбах людей, которые его окружают, о книгах, которые читает, и, конечно, о своем служении и о других отцах-священниках. В общем, о той повседневности, которая сопутствует каждому из нас и, может, нам многим знакома. Пишет автор иногда с юмором, иногда с грустью. Пишет о детях, потому что, как он сам говорит, «Став взрослым и входя в преклонные лета, он все больше думает и беспокоится о человеке маленьком, о ребенке. Тем более, что сам уже дедушка и наблюдает за тем, как растут его внучки. Маленький человек его не просто интересует отвлеченно, как некий феномен. Ему очень хочется, чтобы он был рядом. Малыш, с которым еще невозможно говорить ни на какие темы, притягивает к себе. Чего стоит одна его улыбка? Смотришь, словно завороженный, и любуешься ей». Один человек сказал, «Дети состоят из любви». На самом деле из любви. И нас, взрослых, любят без задней мысли, просто так, по простоте душевной. Они нам верят, верят тому, что мы им говорим. «И этой любви, говорит отец Александр, мы можем и должны поучиться у детей, потому что многие, прожив жизнь, жалеют потом только об одном, что так мало успели сделать дел любви. Жизнь прошла, и дела прекратились, а любить нужно успевать». Этой мыслью пронизана вся книга автора. Ведь любовь помогает созидать, делать жизнь лучше. А без любви люди разрушают не только окружающий мир, но и мир внутри себя. И об этом, и многом другом, пишет отец Александр в надежде, что эти мысли вслух и его выводы могут кому-то пригодиться. В любом случае, отмечает он это интересно и небесполезно. По словам издателей и проза священника Александра Дьяченко, любима читателями не только верующими, но и вполне светскими. Его книги неизменно переиздаются. И это неудивительно. Они словно сотканы из откровенности и умения видеть в каждом из нас что-то важное и прекрасное. Книга «Дневник Великого Поста» — это проницательный взгляд в себя через краткие дневниковые очерки, наполненные историями человеческих судеб, воспоминаниями, сокровенными мыслями и переживаниями. Первую часть книги составляют постовые заметки, и каждая из них — вдохновение и свидетельство, что пост — это время смысла и действия, милосердия и сострадания. Дорогие друзья, наша программа сегодня подошла к концу. Я напоминаю вам, что новинки православной литературы вы найдете в церковных книжных лавках и дохранит вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok